ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату приступим к первому нашему уроку и а именно будем учиться менять mac адрес и традиционно пойдем по плану что такое mac адрес это медиа access control переводится он присваивается уже производителем и у него вот три такие характеристики он постоянный он физический то есть физически закреплен то что и называется происходит с производителем он уникальный то есть в мире не может двух не может быть двух устройств с одинаковыми mac адресами они обычно бывают вай фай адаптерах проводных адаптерах это это адаптерах и давайте посмотрим как работать с со сменой mac адреса для этого напишем команду и в конфиг кстати тех которые на windows пишут айпи конфиг то есть вместо f 1 и и стоит и в конфиг и вот это вот смотрите напротив эзер вот это и есть mac адрес это mac адрес моего устройства это виртуальный mac адрес и mac адрес от то есть сетевой интерфейс сетевой интерфейс и название сетевых интерфейсов ло это сетевой интерфейс от linux идет это виртуальный сетевой интерфейс и уже непосредственно название сетевого интерфейса моего устройства менять можно вручную mac адрес для этого наберем свида су так перейдем то есть в режим пруд получим вот право и пишем следующие команды как я уже здесь обозначил пишем устройство и в конфиг и название устройства сетевого адаптера то есть у меня конкретно np np 1s zero я его и пишу вы можете любое писать хотло хоть и еще какое-то не имеет значения мы сейчас просто учимся пишем down команда down она отключает сетевой интерфейс и давайте просто наберем еще раз и в конфиг так я на весь экран увеличу чтоб удобно было и видите уже название двух сетевых интерфейсов 3 пропал вот этот мы его отключили чтобы присвоить новый mac адрес мы его отключающего присвоить mac адрес пока сетевой интерфейс работает с ним ничего нельзя сделать и поэтому мы его отключили пишем снова и конфиг название сетевого адаптера и чуи он как раз вот эта команда и нужно чтобы менять название эзер вот как раз то что я говорил на напротив эзер находится mac адрес то есть мы указываем эзер чтобы именно у строки эзер сменить нумерацию номер и пишем новый mac адрес например пусть у меня будет 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 он должен быть 12 символами и каждые через каждые два символа разделяться двоеточим у нас как видим никаких ошибок нет и давайте сейчас уже запустим наш сетевой интерфейс так как мы ранее его отключали для этого просто опишем и в конфиг так об таким образом мы запускаем и теперь еще раз пишем конфиг вот уже наш сетевой интерфейс с новым мак адресом и следующих уроках мы просто уже посредством питона будем менять наш сетевой мак адрес и будем дорабатывать ее будем уникализировать чтобы наша программа макченджер вот так будет называться макченджер она была довольно таки профессиональной на этом у меня все хотя нет не все давайте я расскажу зачем вообще нужен хакеру зачем нужно хакеру возможность смены мак адреса так как на кадрском уникальный и допустим если вы достанете свой юсб модем и пойдете к подключить к другому устройству он все равно не поменяется он будет один и тот же то есть таким образом можно конкретизировать конкретное лицо то есть уточнять что это за личность также допустим при пентесте вы знаете что узнали мак адрес устройства которые в сети и есть какой-то firewall firewall это программа которая отсекает вредоносные запросы либо то что не дозволено то что находится в блэк листе либо это позволяет то что находится в адресе если какому-то устройство разрешено проводить какие-то манипуляции проводить к отправлять какие-то запросы с конкретным мак адресом вы можете сменив свой мак адрес то есть прикинуться прикинуться устройством находящимся в айт листе и уже как это устройство отправлять манипулировать отправлять свои запросы вредоносные вредоносными значения это уже проводится при контесте вот для этого мы должны уметь менять мак адрес то есть либо для анонимизации либо для байпас байпас это обход называется в хакинге то есть пишется вот так вы часто можете встретить потом будете встречать от слова байпас это обход чего-либо байпас фильтров байпас фаерволов байпас капчи кстати знаете вот копчак google капча рей капчи и так далее выходит ее тоже можно выпасить обходить и не вводить и я сам находил два раза такую возможность и в хакер вани писал об агре порты и на это на эту тему на этом тогда все у меня этот урок вводный можно считать завершенным ваше домашнее задание повторить сменить мак адрес какого-либо устройства и естественно вернуть прежний вернуть даже вы можете просто посмотрев какой у вас был вот проделся то же самое отключаете сетевой интерфейс меняете мак адрес снова включайте сетевой интерфейс и проверяете поменялся у вас или нет тогда все у меня всего доброго и до следующего урока